Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, приветствую всех. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне «Страна-ФМ». Программа «Лучшее в стране» традиционно в это самое время Александра Хайрулина. И я очень рада вам представить своих гостей, но сначала расскажу о главном событии, которое грядет у нас с вами на следующей неделе. Дело в том, что 21-22 марта в Москве во второй раз состоится Moscow Ticketing Forum. Это главное бизнес-событие, самая масштабная коммуникационная площадка для ключевых игроков рынка билетных технологий и решений России. У нас в гостях сегодня сооснователь Tickets Cloud, платформа для организации продажи билетов и крипто-тикетс. Также директор главного события по билетным решениям и технологиям Moscow Ticketing Forum Катерина Кириллова. Добрый день. Добрый день. И Егор Егерев, основатель, генеральный директор билетной платформы Tickets Cloud и CryptoTickets. Ну, а есть, конечно, еще очень много... Егор, привет. Чем похвастаться и что рассказать о наших гостях? Ну, может быть, в процессе программы, если хватит у нас на это время, пока же, конечно, мы начнем, наверное, с разговора именно об этом предстоящем форуме. Я убеждена, что многие, наверное, сейчас, прослушав всю эту информацию, когда я вас представляла, наверное, что это такое вообще, что-то, ну, тикетинг, понятно, что-то связано с билетами, но какие-то могут быть проблемы. Ну, билеты и билеты. Заходи на сайты, покупай, ну, или по старинке, если нравится, в какие-то кассы. Однако, если форум уже проходит второй раз, смею предположить, и количество участников, и масштаб международный именно говорит, значит, все-таки необходимости подобных сборов, встреч. Катя, Егор, кто начнет рассказывать, вот, наверное, о главной цели этого форума и задачи его? Ну, давайте, наверное, я начну. Да. Здесь я расскажу немножечко про наш форум. Форум, действительно, форум очень, казалось бы, нишевый, да, и затрагивающий, казалось бы, только интересы узкопрофессионального сообщества, но, тем не менее, это касается, в общем-то, практически всех людей, как минимум тех, кто так или иначе ходит на какие-то спортивные мероприятия, культурные мероприятия, любые развлекательные и даже деловые мероприятия, потому что для того, чтобы попасть на это мероприятие, вам необходимо купить билет, да. И если с деловыми мероприятиями здесь достаточно легко, потому что, ну, обычно вот есть организатор, вот он у себя на сайте продает билеты, то как только вы хотите попасть на мероприятие, которое очень успешно, когда есть аншлаги, то тут возникают вопросы. Особенно, если мы говорим о примере о тех, как чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по боксу, которые грядут, да? Например, да, и там концерт каких-то очень масштабных международных звезд, в общем-то, тоже достаточно неочевидно, либо какие-то ажиотажные, да, какие-то театральные постановки модные тоже, в общем-то, достаточно неочевидно. Мы на форуме говорим о технологиях, исключительно о билетных технологиях, о том, каким образом эти билеты продавать, как это делать максимально удобно, максимально эффективно. То есть мы не говорим, допустим, о маркетинге в основном, да, мы, в общем-то, достаточно узко сконцентрированы на технологических решениях и на вопросах тикетинга. Но, тем не менее, тема достаточно обширная, интересная, и интересна она, в общем-то, как раз тем, что она охватывает всю аудиторию, да, то есть всех людей. Я могу привести, там, пример свой личный, да. Обязательно, это очень хорошо. Даже я, когда хочу попасть на какое-то мероприятие, да, на какой-то интересный для меня концерт, я очень часто сталкиваюсь с проблемой, а где же мне купить билет, да, а будет ли этот билет настоящим, да, не обманут ли меня, смогу ли я попасть на мероприятие, или я, допустим, приду, а уже на этом месте кто-то сидит, да, или вообще, в принципе, попаду ли я на это мероприятие в целом, да, ну и, в принципе, конечно, меня волнует цена, да, которую я заплачу, да, потому что мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда мы покупаем билет по одной цене, а потом, когда этот билет нам привозят, допустим, курьер, мы смотрим, а оказывается, цена-то была, ну, там, раза в три, а то и в пять ниже, да, купили мы, в общем-то, достаточно задорога. Да, основную часть какому-то просто дяде или тете мы благополучно передали в руки. Например, да, а дальше мы подробнее поговорим еще, кому мы эту часть передали, потому что это, наверное, самая интересная часть этой истории, да, потому что вам, может быть, кажется, что эта часть где-то сядет в кармане у артиста или у организатора мероприятия, на самом деле это не совсем так, вот, и здесь вот уже становится интересно. В общем, в конечном итоге, конечно, этот форум, он очень важен и интересен, когда те, кто зарабатывает на этом деньги, ну, только, естественно, в рамках законодательства, да, то есть законно все идет, и, конечно же, для тех, кто покупает эти самые билеты, потому что это тоже наши денежки, и вместо вот такой вот суммы, чтобы заплатить, ну, ту самую хотя бы, которую организаторы и артисты назначили. Да, именно так, именно так. Что интересно про форум, да, может быть, еще? Форум мы проводим второй раз, ждем мы достаточно много народу, это несколько сотен человек, у нас два дня, как я уже сказала, соответственно, порядка 60 спикеров в течение двух дней будут рассказывать, делиться. Да, 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 да. В прошлом году, в общем-то, была примерно такая же картина, и что было очень приятно, когда проводишь форум впервые, да, ну, есть какие-то опасения, ты боишься, придут люди, не придут, интересно им, неинтересно, останутся ли они до конца, и что было здорово, да, вот эти все два дня, да, когда мы действительно были заняты всей вот этой деловой нашей программой, люди оставались до конца второго дня, никто не ушел, да, то есть те люди. Люди уходят даже с концертов известных артистов. Очень часто, да. И с театральных постановок. Да, да, да. Да, это так. То есть вот надеемся, что в этом году мы тоже никого не обидим, не расстроим, и сможем дать максимум интересных тем для вот наших гостей. Думаю, что, в общем-то, мы много поработали над программой, думаю, что это будет интересно. Кать, ну скажите, пожалуйста, мне вот такую историю. Понятно, список ваших участников, да, этого форума, он очень большой, и среди них там есть очень-очень, всем известные, очень крупные, это и банки, и даже продюсерские центры, и цирки, и театры, и так далее, и тому подобные, спортивные арены, всевозможные спорткомплексы. Ну, вот происходит следующее, значит, выступают эти участники, форумы делятся, да, приходят к какому-то мнению, но в этот же момент наверняка сидят в зале, или потом где-то видео посмотрят те, которые занимаются как раз спекуляцией и мошенничеством. Ну, здесь есть какая-то, вы как-то пытаетесь обезопасить себя, потому что ту самую информацию, которую как бы всем рассказали, вот смотрите, вот такие вот системы, нужно быть внимательными, но эти же самые люди, они все равно что-нибудь подумают и постараются обскакать. Безусловно, но мы же не придумываем какие-то хитрости, да, у нас нету каких-то tricky things, да, которые мы пытаемся, да, мы пытаемся совместно, коллегиально выработать решения, которые будут работать, и в этом нету каких-то хитростей, да, которые необходимо обойти, да, то есть где-то это технологические решения, которые помогут решить проблемы, где-то это решения на уровне законодательства, которые тоже помогут решить эту проблему. То есть здесь не идет речь о каких-то хитростях, да, с помощью которых мы будем пытаться обойти людей, которые будут пытаться заработать. Я тоже немного добавлю, да, по поводу того, что не то, что даже мы не скрываем, они присутствуют на форуме и... Вы их знаете в лицо? Ну, нет, конечно, и на самом деле здесь очень важно понимать разницу, да, то есть это тоже участники индустрии, те, кто участники вторичного рынка, и... Они уже есть, да? Нет, они, во-первых, есть, это часть нашей индустрии, и вполне себе достаточно количество цивилизованных этих участников, и на мировой практике это вполне себе легальный бизнес, вторичная продажа. Здесь больше речь идет о том, как раз-таки выстраивается диалог с ними более правильный, и вектор идет сейчас у рынка к, так скажем, более легальным моделям работы данной ниши, потому что основная проблема, на мой взгляд, с которой действительно нужно бороться и с этим стоит бороться, это именно подделки и обман. Все-таки перепродажа — это, да, это спекуляция, но она как таковая, она не запрещена, и если с нее платятся налоги, то это вполне себе легальный бизнес. Вопрос того, что это как-то хочется регулировать организаторам, это да, это другие вопросы, и как это регулировать с помощью технологии, это тоже обсуждается. А людям не хочется переплачивать? Ну, людям не хочется переплачивать, и поэтому создаются какие-то новые технологии, которые позволяют как-то это регулировать, если это нужно организаторам, артистам. И они хотят это делать. Какой-то грамотности для людей, где и как покупать, и как не нарваться на подделку, это, конечно, важная информация. Есть материалы в сети, которые стоит изучать, но все-таки это не главная проблема форума, которая обсуждается на форуме. Там очень много вопросов, отраслевых вопросов. Я как участник форума тоже говорю, то есть очень полезно, очень активная коммуникация идет среди всех участников. Так мы никогда не встречаемся вне форума, чтобы таким большим составом все конкуренты, все партнеры, все на одной сцене... Только раз в году на два дня все превращаются в друзей. Да, и на самом деле это практически действительно идет очень конструктивный диалог. Круглые столы, где споры какие-то, и это дает... Ну и, конечно, фуршет, я думаю. Фуршет, да, очевидно. Это тоже, да. И не один. И не один. Это очень прекрасное мероприятие. Попасть еще как-то можно? Вдруг кто-то заинтересовался этим мероприятием? Не на фуршет, я уже так понимаю, что на фуршет нет, конечно, но хотя бы послушать просто, да. Я думаю, что, в общем-то, если люди готовы будут купить билет на форум, то мы, соответственно, пригласим на финальное мероприятие, где мы будем вручать награды. Даже чуть позже расскажу, что это будет. Ой, как интересно, да. Да, вот тогда можно. Прервемся ненадолго, тогда у нас музыкальная пауза. Друзья, оставайтесь с нами, очень скоро продолжим общаться с гостями. На следующей неделе на стадионе открытия арены состоится Moscow Ticketing Forum, уже во второй раз в Москве, правильно я говорю, да? Это все о билетных решениях, технологиях в России. У нас в гостях директор Moscow Ticketing Forum Катерина Кириллова, также она является сооснователем Tickets Cloud, платформы для организации продажи билетов и крипто-тикетс, и Егор Егерев, основатель и генеральный директор билетной платформы Tickets Cloud и крипто-тикетс. В этих уникальных проектах мы еще поговорим, но хочу немножечко продолжить наш разговор про форум предстоящий. И перед уходом на музыкальную паузу Катерина нам стала говорить о возможности получить премии какие-то, которые появились только в этом году, да, у участников форума, я так понимаю? О, да. Поскольку мы решили, что вот замечательно у нас есть форум, мы проводим его уже второй раз, то в этом году мы подумали, что раз есть форум, то должна быть и профессиональная премия для тех участников профессиональных, которые сделали максимальный вклад в развитие индустрии, которые достигли каких-то успехов, которые сделали что-то новое, интересное, необычное. И в этом году мы первый раз проводим Moscow Ticketing Award, да, мы собрали экспертов рынка, с которыми совместно определили шорт-лист номинантов на премию, определили номинации, в которых мы будем выдавать премии для тех, кто действительно сделал что-то интересное, да, для нашей индустрии. А если есть возможность, хотя бы парочку номинаций, как они звучат вообще? Ну, например, это человек, чей вклад в развитие индустрии тикетинга был максимально в этом, как бы наиболее значим в этом году, или чье билетное решение было наиболее интересное, прорыв года, какое-то событие года в тикетинге, которое действительно стало интересным вот для всех участников профессиональной индустрии. Билетный оператор. Билетный оператор, да, то есть есть такая номинация. Хорошо. И у нас есть две номинации, победители, в которых будут определены не вот этим вот узким кругом участников, а, соответственно, всеми теми, кто купил билет на мероприятие, и, соответственно, они будут голосовать. В качестве гостей, да, наших. Потрясающе. Что в качестве подарков? Билеты, я так предполагаю, нет? Признание индустрии, безусловно. Безусловно, то, что индустрия оценила, да, этот вклад. Нет, я имею в виду те, кто слушатели, которые будут находиться на этом форуме, их подарки, они... С чего будут состоять? Из билетов? Их подарки? Или это не секрет? Нет, никаких подарков у слушателей-то и не будет. Это, наверное, вы неправильно поняли, Екатерина. Да, да, я услышала слово «подарки» и подумала, что у пришедших. Нет, премия, да, номинация, то есть это те, кто придут на форум, они будут голосовать за каких-то нескольких проектов. Понятно теперь. Так, все становится на своей полочке. Смотрю вашу программу «Ключевые проблемы и тренды билетного рынка», значит, который будет обсуждаться на форуме. Второчный рынок продажи билетов, тут организация систем продажи билетов в области культуры и искусства, театральный тикетинг, билетные решения для музеев, работа с болельщиками, работа со зрителями, безопасность билетных решений и технологий. И есть еще такой пунктик «инновационные технологические решения в тикетинге». Блокчейн, слово уже знакомо более-менее и нашим зрителям и слушателям в том числе, потому что у нас есть программа блокчейн, цифровые активы по утрам выходят. Я как раз хочу спросить, наверное, Егор, Катя, вас по поводу именно блокчейна в тикетинге. Что там происходит и какие планы? Билеты уже можно приобретать за криптовалюту, например? Я, наверное, отвечу. Билеты за криптовалюту сейчас, если мы говорим про Россию, воспринимать это нельзя по причине отсутствия каких-либо законов, регулирующих этот вопрос. И очень прямая ассоциация у всех, что если блокчейн, то сразу криптовалюта. Да, но хотя это далеко не так. Да, это одна из, так скажем, функций данной технологии. Как раз-таки билеты в блокчейне — это применение данной технологии для выпуска билетов, которые продаются, ну и оплачиваются совершенно традиционным способом. И такую, ну, сейчас в мире буквально там несколько компаний, которые такие разработки ведут, одна из них — это наша. И мы, там, одни из пионеров в мире в применении данной технологии именно в тикетинге и в продаже билетов. Это мы говорим про пионеров мира, а как раз про крипто-тикетс. Крипто-тикетс, да. Ваше совместное детище, если можно так выразиться, да? Ну, давайте про ваши проекты поговорим, потому что мне, например, очень интересно узнать. Тикетс Клауд платформы и крипто-тикетс. Чем они занимаются, чем они отличаются друг от друга принципиально? Ну, тикетс Клауд — это такой сервис для организаторов мероприятий и продавцов билетов, который… Это именно отраслевой инструмент, который для профессионалов рынка, чтобы там продавать билеты, удобнее коммуницировать с организатором и дистрибьютором билетов, всякие… устроивать маркетинговые акции, промо-коды, собирать базу клиентов, как-то с ними коммуницировать вновь. То есть это именно такое решение, которое для бизнеса и, как правило, незаметно обычным покупателям. А что касается крипто-тикетс, это как раз такой стартап, миссия которого как раз использование блокчейн-технологий и внедрение их в тикетинг. Егор, подробно о том самом крипто-тикетсе, о том проекте, который собирается выходить на международный уровень, стать не пионером, а вообще властелином во всем этом деле, мы поговорим через короткую музыкальную паузу. Друзья, продолжается программа, и мы сейчас поговорим про проект «Крипто-тикетс». Поговорим как раз с генеральным директором билетной платформы этой, правильно, да? У нас Егор Егорев, ну и Екатерина Кириллова, которая также имеет непосредственное участие в организации этого самого проекта. Егор, итак, слово тебе. Да, спасибо. Начал уже рассказывать про крипто-тикетс, это основная цель этой компании, это использование технологии блокчейн, применение ее в тикетинге для решения тех проблем, которые мы уже вначале и обсуждали. Мы затронули их, это как раз подделки. Первая проблема, которая решается с помощью этой технологии, это, так скажем, исключение возможности подделать билет. Сейчас, ну, у нас очень популярен электронный билет. То есть он еще сложнее будет, чем денежные купюры даже? Ну, не то, что, ну, то есть сложнее, не сложнее, но имеется в виду, что это, в принципе, ну, на данный момент пока что исключено, в принципе, в том решении, которое мы даем, по причине того, что сейчас в какой-то момент у нас очень удобный появился электронный билет, который всем действительно удобный. Не нужно заказывать курьеров, ехать в кассу, мы просто оплачиваем онлайн и приходит он на почту. И на самом деле билет из бланка строгой отчетности превратился просто в номер, который зашит в штрих-код или QR-код билета, который потом уже является главным идентификатором пускать человека или нет на входе. Но с ним пришла, ну, то есть, точнее, не ушла проблема подделки, потому что раньше подделывали бланк, введены знаки и все остальное. Сейчас достаточно его просто скопировать и, ну, там, особо доверчивому фанату какого-то артиста или желающему купить билет очень сильно продать этот, по сути, копию и не первую, и не вторую, и не третью. И таких ситуаций, на самом деле, достаточно много. Мы обеспечиваем сканирование очень, ну, каждые выходные на многих мероприятиях и почти на каждом, оказывается, человек, которого обманули. Это такая проблема очень часто. Никто не застрахован, в общем, от этого. Никто не застрахован, особенно если вы покупаете этот билет, ну, точнее, когда вы покупаете его там на вторичном рынке, на любой доске объявлений или еще где-то. А вот, как бы, компания CryptoTickets как раз-таки является евангелистом билета нового типа, умного билета, смарт-тикет. Как вы хорошо пионеры мира, евангелисты. Нет, ну, на самом деле, так и есть, потому что это действительно новый билет, который сейчас совсем непонятен даже, там, профессионалам индустрии. Это, вот, мы будем рассказывать на форуме, как именно мы эту технологию там применяем сейчас, как увидим перспективу и как мы видим, как изменится билет благодаря ей. И это действительно не очевидно даже не только обычным покупателям билетов, но и участникам индустрии, потому что это совсем свежая и новая технология. Но главное отличие в том, что этот билет, он будет уже за информацией о владельце. Ну, этот билет не может принадлежать сразу двум... То есть, все, там и паспортные данные, и нэ-нэ. Ну, это не обязательно паспортные данные, вопрос в том, что есть, ну, то есть, там, некий кошелек, билетный кошелек появляется, который как раз, там, приложение в данном случае, которое мы разработали, и оно доступно, там, в Google Story и Apple Story для скачивания. Там хранятся билеты, и, соответственно, когда электронный билет я купил и, допустим, продал вам, то даже, ну, то есть, я знаю этот номер и могу пройти вперед вас. Либо продать еще нескольким людям. А там уж кто первый призет, тому и повезло. Кто первый призет, тому и повезло, да. А что касается, например, там, билета, там, смарт-билета, умного билета, который вот сейчас мы разработали, если я его купил даже, он побывал в моих руках, я его каким-то образом передал вам, подарил, продал, неважно как, он этим, и им я уже воспользоваться никак не могу, мне нечего там копировать, и владелец будет уже новый, и вы, и вы в этом точно будете уверены сразу после покупки, а не на входе, повезло вам или нет, в момент сканирования. Да, замечательно. В конце концов, и нервы целы, и положительные эмоции получены от мероприятия, на которые очень хотелось попасть. Это самое простое, наверное, такое, ну, один из главной проблемы, которая решается, ну, и дальше там всякие сложные вещи, когда уже артист или организатор может там уже регулировать, что цена не должна быть выше такой-то, даже если оно возможно перепродаже. Или вообще перепродажа невозможна. То есть, как курс валюты, например, можно будет, наверное, так, сегодня билеты по такой цене, завтра уже чуть-чуть выше? То есть, можно, это и сейчас можно, так, естественно, делают. Вопрос в том, что можно будет на уровне, ну, то есть, есть такое понятие в блокчейне, как смарт-контракты, то есть умные, то есть, это прописанные правила продажи билетов, которые зафиксированы уже, там, программным кодом. И вот там сразу закладывается код, что этот билет не может стоить дороже, там, такой-то цены. Даже если он выходил в продажу, там, не знаю, за тысячу рублей, но дороже, чем за три, его продать будет нельзя никак. И вот это уже, там, эта информация доступна сразу всем, в том числе и покупателям, и он может посмотреть, какие правила продажи, возвратов и так далее. Ну, на сегодняшний день уже билеты можно на криптотикетсы, так сказать, какие-то или пока это еще разрабатывается? Нет, это был у нас один кейс, когда был концерт Крафтверк в Кремле, и там часть билетов, там, одни из, ну, наши партнеры, компания TCI, они очень продвинутые, они хотели как раз первыми быть, кто воспользуется этой технологией, и мы часть билетов продавали именно таким способом, и люди пришли. И это было, там, несколько десятков людей, буквально первых в мире, кто покупал такие билеты. Отлично, это уже эксперимент удался? Да, эксперимент, да, удался, они прошли, попали, некие, ну, там, мы взяли много обратной связи от них, общались, и это действительно такой первый опыт в мире, о котором писали не только российские СМИ, но и международные. Ну, молодцы, какие вы, хочется сказать, правда? Да, вот сейчас это там будет... Гордимся, Варя. Это приятно слышать. Это приятно. Да, друзья, я надеюсь, что вам будет тоже приятно сейчас послушать Полину Гагарину, ну, а потом в очередной раз с удовольствием послушаем наших гостей, продолжим общаться с ними, оставайтесь с телерадиоканалом «Страна.ФМ». Программа «Лучшая в стране», телерадиоканал «Страна.ФМ». Друзья, мы продолжаем говорить с нашими гостями, Катерина Кириллова, Егор Егерев, мы говорим про проект «Криптотикетс», продолжаем говорить про блокчейн, технологии в тикетинге. Да, и вот мы как раз говорили о том, что билеты невозможно будет подделать, они уже у нас попадают в приложение, то есть наш билет уже становится в таком билетном кошельке в нашем телефоне. Ребята, извините, пожалуйста, скажите, а вот эти вот люди, которые стоят все-таки непосредственно у входа и продают, вот они, их же никак не изжить, они же будут... Нет, не изжить, и на самом деле такой цели как таковой нет. И нет, ну пусть стоят и продают. Ну, то есть это, ну, это говорит, ну, это как запретить, не знаю, что-то, что люди так... ну, это скорее уходит такое... Обычно, когда запрещаешь что-то такое, что есть, оно уходит в подполье. Лучше бы, на мой взгляд, гволи цивилизованно... Людям так все больше и больше прям и хочется пойти и купить именно вот со срок билеты. Ну, нет, просто, наверное, это часто люди рады, что нашли таких людей, когда они идут, сами отложили на потом, не купили заранее билет, билетов нет, они хотят очень попасть. И готовы отдать любые деньги. Да, готовы отдать любые деньги и рады, что нашли. Главное, что, ну, я вот противник именно обмана таким людям, то есть именно мошенники, вот их, с ними надо бороться активно. Если это, ну, там, спекулянты, тут, наверное, нужно, чтобы они платили налоги. Вот, и как бы две вещи, которые должны произойти, да. Катя, что-то добавить хотела? Или Егор продолжит? Да, я хотела добавить, что, ну, здесь всегда можно решить проблему с двух сторон, да. С одной стороны, можно решить технологически, да, как-то улучшить любую индустрию, либо с точки зрения законодательства, да. Если мы проведем аналогию, например, с рынком такси, да, то вот отличный пример того, как технология смогла где-то достаточно хаотичный рынок, да, ну, вывести на какой-то более цивилизованный уровень, да. То есть понятно, что до идеала нам еще всем далеко, но, тем не менее, уже сейчас, да, рынок перевозок такси, да, он более цивилизованный, чем был до этого. Да, в разу, конечно. И, соответственно, вот здесь точно такая же ситуация, да, казалось бы, можно попытаться с точки зрения, там, какого-то легитимного, да, там, повлиять на ситуацию, но можно с точки зрения технологии. И вот здесь, например, вот тот самый замечательный наш смарт-билет, который будет принадлежать конкретному человеку и привязан к конкретному кошельку конкретного телефона, да, он, в общем-то, позволит в том числе и позитивно влиять на те изменения, которые будут существовать в индустрии. То есть, например, человек может проголосовать за качество того или иного мероприятия, сразу выйдя после концерта либо спортивного матча, дать обратную связь организатору, артисту, спортивному клубу. То есть это будет прямая возможность сделать это вот через вот это приложение. Рейтинги, мероприятия, организаторов формироваться. Да, что всем, конечно, очень важно и интересно знать, но таким образом и некая анонимность, она, наверное, тоже уже исключает себя, да? Ну, там, раз таки попов... А вот такой ты написал, кто там? Ну, на самом деле нет, потому что, ну, то есть какое количество информации о себе заполнит человек, это, ну, то есть сейчас на его право. То есть на данный момент мы собираем минимальную информацию, которая нужна сейчас, это номер телефона. Ну, не знаю, как мессенджеры вы устанавливаете больше, пока, ну, то есть мы ничего не знаем при этом. Если организатор может сказать, что, ну, там, если вы покупаете билет на чемпионат мира по футболу, то с вас соберут все данные, там, и паспортные, и вообще все, что можно. И тогда, да, вы уже отдали эти данные и о себе рассказали все, и в этом случае будет, наверное, известно, кто что сказал. Я искренне хочу вам пожелать удачи и стать лучшими, вы уже стали там в нашей стране, безусловно, но и, конечно, в мире тоже обязательно лидирующие позиции занять. Кать, понятно уже, что в нашей стране, в том числе и благодаря форуму Moscow Ticketing Forum, вы выступаете там, да, вот в этом году все, ведь выступление Егора, но вы же еще и очень часто ездите в разные страны на подобные форумы. Что там происходит? Чем вы удивляете иностранцев? Безусловно, конечно, как активные участники этой индустрии мы не можем не ездить и не смотреть, не делиться опытом, не смотреть, что происходит в других странах. Действительно, мы стараемся посещать все крупнейшие мероприятия, связанные с индустрией развлечения, с спортивной индустрией, с индустрией тиктинга. Это и мероприятия, которые проводятся как в Соединенных Штатах Америки, так и где-то на территории Европы, Великобритании. То есть мы, в общем-то, участвуем практически везде и стараемся смотреть и, в общем-то, не отставать, а кое-где, наоборот, обгонять. Так что, друзья, мы и в тикетинге тоже лучше всех в мире. Впереди планеты всей, да. И если взять, опять же, европейскую часть, да, то вот про тикетинг только два форума, вот наш и еще один. Один, который был чуть раньше запущен. Я могу сказать, что с точки зрения количества участников, с точки зрения качества деловой программы, но мы абсолютно точно, скажу скромно, не хуже. Да, но и гордо скажу, что я считаю, что мы действительно даже лучше. Это несмотря на то, что это только второй раз будет проходить форум. О, да. Уже первый был, да, более масштабный по количеству. На мой взгляд, так обсуждались более актуальные темы. И выставка была большая. Ну, то есть у нас действительно очень много участников этой индустрии съезжались со всей России. И даже со стороны СНГ. И сейчас уже, по-моему, у нас появляются даже европейские делегаты, которые мы можем наблюдать. У нас и европейские делегаты, и европейские иностранные спикеры. То есть мы, в общем-то, уже с этого года становимся международной площадкой для общения. И, в общем-то, этот тренд, ну, опять же, это не потому, что нам хочется больше взять оттуда. Да, сейчас ситуация такая, что нам есть ещё и что показать, и что рассказать индустрии. Мы же добрые, конечно, мы вежливые, как сейчас говорят наши политики. Да, лучше поделиться опытом. Мы вот как раз, да. Ну, вот буквально там совсем недавно ты рассказывала, что в Лондоне как раз делилась опытом, да, и с миром совсем, кто съехал из туда на эту конференцию. Да, вот буквально на прошлой неделе была очень большая конференция в Лондоне и Великобритании. ILMC, International Live Music Conference. Конференция, посвящённая индустрии live music. Проводилась она уже в 30-й раз, то есть это очень такое давнее мероприятие. Все его знают, все туда съезжаются. И в этом году, ну, они регулярно проводят инновационные панели, да, они стараются посмотреть, что есть лучшего, интересного в индустрии, показать это своим участникам. И в этом году вот была у нас большая панель, посвящённая блокчейну, что блокчейн может дать индустрии live music и, в частности, тикетинга. И, собственно, я была приглашена в качестве спикера туда рассказать, что же действительно уже сделано. Вот так вот видели. Красивая, хрупкая девушка из России рассказала всему миру, что можно сделать интересного. С применением технологии блокчейна. Да, 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 разумеется. Действительно, ну, действительно было приятно, потому что мы, в общем-то, одни из немногих специалистов в мире, чья экспертиза в этой отрасли на блокчейне высока. Действительно, нам было чем поделиться, поскольку проекты уже запущены, тестовые продажи уже сделаны. То есть, действительно, здесь мы впереди планеты всей. Был полный зал, люди пришли послушать. И у нас был час времени для выступления. В итоге мы заняли примерно полтора часа. Да, люди не расходились. Ром, потому что было очень много вопросов, всем было действительно интересно. И уже по окончанию все равно все пришли к нам. И уже после мероприятия еще мы продолжали отвечать на вопросы. Одни из главных тем на форуме, который будет как раз 21-22 марта на следующей неделе, Москва, Текетингфорум, это в том числе и билеты как раз на чемпионаты мира. Там будут обсуждаться. Вот как раз, наверное, там-то колоссальная опасность вообще пролететь по полной программе. Я имею в виду, конечно, любителей футбола. Что, скажите, пожалуйста, может обезопасить сейчас? Вот какие-то общие такие слова, пожелания для всех людей? Все достаточно просто. Нужно покупать билеты на чемпионат мира на сайте организаторов этого мероприятия. Потому что, если вы посмотрите, есть везде приписочки, что если будет обнаружено, что билет куплен где-то с рук, не через официальные источники, то организатор имеет право билет этот забрать, на мероприятие вас не пустить, деньги вам не возвращать. То есть это очень важно. Очень жестко все, да. Да, безусловно, действительно, на какие-то мероприятия купить билеты сложно, где-то невозможно. Но вот, наверное, единственный способ точно застраховаться – это не покупать билеты с рук. А дальше уже это риски вас как зрителя. Как вам кажется, почему никто до вас не догадался проводить подобные форумы? Никому не нужно было это? Я думаю, что, ну, во-первых, наверное, действительно, может быть… Нет, мысли были, я точно знаю, я разговаривала с участниками индустрии, и до этого… Мы-то уже хотели, говорят, участники. Было дело, да. Но в первую очередь, конечно, нужно было выделить какое-то собственное время, собственные силы, возможности, чтобы это сделать. Нужно действительно, чтобы было желание это сделать, потому что самое сложное, как всегда, это собрать очень разобщенную индустрию на одной площадке, на одной сцене, чтобы все пришли, чтобы оставили какие-то нерешенные вопросы за пределами этой конференции. И личные отношения. Да, и личные отношения, и действительно встретились, и начали конструктивно решать вопросы. У нас была уверенность, что мероприятие нужно индустрии. Мы четко понимали, что мы можем найти аргументы для того, чтобы каждого убедить в том, чтобы пришли. Да, ну и, собственно, нам это удалось, мы это сделали. Это колоссальная работа проделана, поэтому, конечно, я искренне хочу пожелать успеха вашим проектам процветания, это и Tickets Cloud, и CryptoTickets. Ну и, конечно, Moscow Ticketing Forum, который на следующей неделе, 21-22 марта, на стадионе Открытия Арены состоится уже второй раз. То уже, в общем, конечно, долгих лет и стать самым лучшим в мире. Спасибо. Екатерина Кириллова, Егор Егерев. Спасибо вам большое, ребята. Очень надеюсь на нашу с вами обязательно встречу. Может быть, и скоро. А мы ждем вас на форум. Спасибо. Если будет время, с удовольствием пригласим. Спасибо, друзья. Программа «Лучшая в стране». Оставайтесь телерадиоканалом «Страна.ФМ». Лучшее в стране.